Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10-11 класса. Таносян. Задание 563. Дано нам танкунус. В нём проведено осевое сечение, площадь которого равна 0,6 квадратных сантиметров. Осевое сечение. Это сечение, которое проходит через высоту конуса. Обозначим высоту СО. А основание конуса, такая плоскость, пересекает по диаметру. Тогда сечение осевое вот так выглядит. Это треугольник, сторонами которого является образующая конуса, а одной стороной является диаметр. Основание конуса. Запишем АСБ. Осевое сечение. И нам дана площадь этого осевого сечения. Площадь АСБ. 0,6 квадратных сантиметров. Ещё нам дана высота конуса СО равна 1,2 сантиметра. И нам нужно вычислить площадь полной поверхности конуса. Площадь полной поверхности конуса равна ПИ умножить на R и в скобочках умножить на сумму L плюс R, где R – это радиус основания конуса, а L – это образующая конуса. Ни то, ни другое нам неизвестно. Попробуем это всё определить. Начнём с того, что с площадь треугольника АСБ. Запишем формулу для определения площади. Поскольку СО – это перпендикуляр к основанию конуса, следовательно, СО перпендикулярна любой прямой, лежащей в основании, в частности, диаметру АВ, то площадь треугольника АСБ можно записать как половину произведения его стороны АВ на высоту, проведенную к этой стороне. Тогда у нас получается, подставим известные данные, 0,6 равно 1,2, АВ неизвестно, а СО известно 1,2. Тогда отсюда получим, АВ будет равно 0,6 умножить на 2, 1,2 разделить на 1,2, получится 1. И это будет сантиметр. Тогда отсюда радиус будет равен половине АВ, диаметра АВ будет равен 0,5 сантиметра. Радиус мы нашли. Теперь нужно найти образующую. На нашем чертеже образующие – это СА и СБ. Тогда найдем образующую, ну, как СБ. Из прямоугольного треугольника ОСБ, в котором СБ является гипотенузой, а следовательно, СБ будет равно корню квадратному и сумме квадратов катетов СО в квадрате плюс ОБ в квадрате. СО – это 1,2 в квадрате, это будет 1,44 плюс ОБ и есть радиус. Радиус равен 0,5, значит, в квадрате это будет 0,25. Итого получается под корнем 1,69, а это будет, извлечем корень, получим 1,3 сантиметра. Таким образом, мы нашли образующую, нашли радиус, и теперь можем воспользоваться формулой. Площадь полной поверхности конуса будет равна π умножить на r на 0,5, а в скобочках l плюс r значит 1,3 плюс 0,5. Получим в скобках у нас 1,8 на 0,5. Это 0,9π квадратных сантиметров. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.